Я остановился на времени реформации, да, и на некоторых ошибках и успехах реформации 16-го столетия. Друзья мои, предыстория реформации, она не менее удивительна, конечно. О предтечах реформации, это вообще-то одна из моих любимых тем, именно говорить о предтечах реформации и о реформации 16-го столетия в Европе. Но я хотел бы сегодня, в этот последний день занятий, в нашей таком мессианской ешиве, знаете ли, вот именно рассказать все-таки о событиях после реформации уже и событиях именно ближайших к нам дней. Это будет очень назидательно и важно. Но о тех предтечах я вкратце только лишь назову имена некоторых из этих людей. Я хочу сегодня вспомнить для вас, для самого себя, для всех, именно имена некоторых этих героев веры. Во времена еще до Лютеровы. Кого можно вспомнить? Джон Виклиф в Англии. Джон Виклиф, Англия, это 14-е столетие. Наверное, один из самых таких великих предтеч Великой реформации 16-го столетия, это Джон Виклиф. Традиционный, православный, ой, извиняюсь, православный говорю, католический священнослужитель из Лондона, Линкольн Шира, который пошел путем реформации и своей личной реформации. И от традиционализма к евангельскому такому уже, евангельскому христианству. Его откровения очень важные, они всколыхнули всю Европу фактически. Его младший современник Янгус в Европе поднял знамя реформации в Чехии. Янгус писал о себе, что он был традиционным католическим священником, также пришел в церковь, будучи человеком, как и большинство подавляющих его коллег, не зная Бога. Но сам он писал о себе так, что он хотел просто жить, не работая сильно, не труждаясь, и иметь почет, деньги. И должность священника, она все это обеспечивала. Тяжелее кодил, ничего не поднимешь, деньги есть, сытый, пьяный и довольный. Вот чем жили обычные тогда священства. И что, значит, произошло с ним однажды? Читая Слово Божье, все больше и больше именно погружаясь в это Слово, и слушая некоторые вот эти вот, не слушая, а читая беседы Джона Уиклифа из Англии, он переживал встречу, пережил однажды встречу с Христом в своей жизни, и эта встреча его сделала именно уже евангельским мыслящим таким священником. И у себя в Праге в часовне Рождества он проповедовал уже о Христе, говорил о спасении через веру в Иисуса Христа. И нажил себе много врагов, конечно, и его сожгли на костре в Констанце. Это самый юг Германии, если карту Германии вы увидите, на самом юге там такая, значит, есть такая, как, отросточек такой на карте. И вот там город Констанца, вот там в этом городе сожгли, значит, Яна Гуса на костре, и его хотели, значит, хотели власти, чтобы церковные, чтобы он отрекся вообще, отрекся от, значит, своих учений. Но он сказал так, что если это учение, его понимание, оно не противоречит Писанию, то он боится Бога. Как же он отречется тогда? Значит, но если его учение, оно противоречит именно Писанию, тогда он готов отречься от этого учения. Но иерархия просто лишь требовала отречения, и инквизиция была, значит, очень жесткой, конечно. Так вот, его сожгли на костре, через год сожгли его товарища, иеронима пражского, который вначале отрекся от учения евангельского и от Яна Гуса, о дружбе с ним, как, знаете ли, вот, как Петр, да, но потом вернулся, и его там же сожгли, в том же городе Констанц, там же сожгли его на костре. Чехия была очень взволнована вот этим всем происходящим, происходящим, значит, и Чехия заявила о своем неподчинении Папе Римскому. Были крестовые походы направлены против чехов, армии крестоносцев, первая волна вообще, это была самая огромная волна крестоносцев против Чехии. Маленькая Чехия, маленькая страна бросила вызов всей объединенной безбожной Европе во главе с Папой Римским. Это невероятно, конечно, тем более, что у Чехии своей армии толком-то не было. Но столько много нашлось авантюристов, крестоносцев, идущих туда на Чехию войной, потому что Папа же объявил, что кто убьет там одного Чеха, получит там прощение грехов, и все имущество Чехии дарится всем этим крестоносцам. То есть, как бы, много очень авантюристов всевозможных пошло, обозы километровые, многокилометровые обозы были, значит, с этими крестоносцами, потому что они уже готовились грабить много добра и вывозить его из Чехии. И вы знаете ли, когда королева чешская, она была с Англии, значит, и, в общем-то, насколько я помню сейчас, был объявлен, да, был объявлен пост и молитва по всей Чехии, потому что, знаете ли, шла речь об истреблении всех. Королева даже приказала, значит, не пить, не есть, и приказала даже животных не кормить, значит, домашних. То есть, полный пост вообще. Тем более, что одна из последних проповедей, как раз, Яны Гуса, перед тем, как он выехал, значит, в Констанц, прощался с, значит, Прагой, одна из последних проповедей его была, как раз, о посте и молитве. Как раз именно по 4-й царств книге, когда, значит, было смирение, покаяние, и потом пришли враги, и Бог заступился за народ, и примеры другим приводил, значит. И вот народ столкается, народ стал взывать к Богу, и чудо произошло. Крестоносцы стали спорить друг с другом, стали враждовать. Я был на том месте, кстати, попросил братьев меня свозить. Удивительное такое место, значит, там как раз, где горы, это самый юг Германии тоже, юго-восток, получается, Германии, и дальше Чехия, и вот там большое поле начинается, то есть горы и равнина дальше идет. И вот на этой равнине все и произошло, потому что там крестоносцы остановились для отдыха некоторого, и потом они намеревались идти на Чехию войной. И вы знаете ли, что произошло? Эти генералы, это же была объединенная армия со всей Европы, то есть там с разных стран были генералы, эти предводители их. Так вот, и эти генералы стали спорить, чья будет Прага, чьи будут предместия, и прочее, и прочее, и прочее. И потом они схватились за мечи, их оруженосцы, потом их армии, они стали биться друг с другом, забыли уже, зачем пришли. Они делили шкуру с неубитого медведя вообще, потому что падение Чехии им казалось само собой разумеющимся. И в конце концов они обескровили, армии были обескровлены, они истребили друг друга. Остатки с позором убежали, потому что им там показало, что большая гигантская армия Чехов идет на них войной. Хотя никаких Чехов там по мини и не было даже. Лишь через некоторое время, там день или два пришли эти Чехи туда, на это место, предполагаемое место встречи с противником. Небольшая армия чешская, скромные очень рыцари, их подразделения воинские и те крестьяне, что были вооружены рыцарями, они решили дать сражение. Хотя понимали, что это силы неравные далеко и шансов нет вообще на спасение. Но Бог заступился за людей, которые доверились Ему, доверили Ему свои судьбы. И когда Чехи пришли туда, на это место, они увидели полное поле мертвых рыцарей. Представляете себе, друзья мои, полное поле мертвых рыцарей увидеть. Такую картину. Те враги, что пришли к ним, знаете ли, они были мертвы. Ни один чех не погиб, но рыцари были мертвы. Они не сразу поняли, что произошло, но когда уже разобрались, то страх Божий пришел хороший. А вот остатки этих хрестоносцев, которые разбежались по всей Европе, они собой ужас такой несли. Они рассказывали, возможно, небылицы. Папа Римский списал это на колдовство чешское. Он заявил, что Чехи, они, видимо, магию знают. Поэтому по всем монастырям, по всей Европе просто стали молиться против Чехии, против колдовства чешского. Хотя Чехи лишь они просто молились Иисусу, молились Господу. Даже не святым каким-то там. И постились, молились. И потом были другие армии красоносцев, Божьи, более скромные. Они тоже шли на Чехию, но, по милости Божьей, и те походы были неудачными. И дело было здесь не только в отваге чехов, а здесь было именно в Божьем заступничестве было. 20 лет Европа, вся Европа сражалась против маленькой Чехии 20 лет и не могла победить. Это о многом говорит, да? Это о многом говорит. В конце концов был вынужден Папа подписать перемирие с Чехией. Да, компромиссное такое, но еще во многом, далеко было еще до реформации 16-го столетия, но прецедент уже в Европе был такой. И буквально перед Лютером, перед Кальвином, перед началом 16-го столетия был еще один из предтечи реформации. Да, я говорю сейчас о предтечах реформации. И один из предтечей реформации это был, значит, Савонарола, Джиролама Савонарола и два его товарища, Фра Доминика и Сильвестр Маруфи. Эти доминиканские монахи были последними предтечей Великой реформации 16-го столетия. Доминиканские монахи, то есть этот орден монашеский, как раз отвечал за инквизицию. Представляете, это все, что, допустим, пробуждение в КГБ началось, допустим, в Советском Союзе. Хотя был прецедент такой, очень похожий. Таллинское знаменитое пробуждение, да, 70-е годы до Олимпиады 80-го года продолжалось очень большое в СССР, значит, духовное пробуждение. Среди, ну, именно в Таллине в самом и церковь Ольвисте, значит, там, где собиралось служение, там, где проходили такие служения пробуждения. И это было буквально через стенку от управления, значит, КГБ, значит, то есть буквально вот под боком у спецслужб российских, значит, советских, тогда, значит, карательных, Бог излил Духа Святого, и люди исцелялись, исцелялись, исцелялись. И я был в этой церкви, был в церкви Ольвиста, и, знаете ли, там было много примеров таких хороших сказано. Сейчас вот издаются статьи, книги издаются об этом пробуждении, которое очень стало таким, ну, знаменательным, наверное, самым таким мощным предвестником падения Советского Союза. Даже генералы, некоторые там КГБ, тогда, значит, в Таллине, которые были, они, значит, уверились в том, что союз скоро разрушится вообще, что все, уже на ладан дышит уже, потому что само пробуждение, оно открывало очень многое, настолько многое. Люди исцелялись, освобождались от бесов еще даже по дороге в Таллинн, по дороге в Ольвиста, и в самой церкви были массовые исцеления. Однажды чекисты решили, как бы, разоблачить, как бы, для населения это пробуждение, дискредитировать его, и послали одного артиста, своего чекиста, значит, сделали из папье-машеи ему горб, и послали его туда, значит, в церковь для разоблачения, как бы, знаете ли, а там приготовили журналистов уже, значит, милиция, значит, и чтобы сорвать служение и закрыть вообще служение само это. И вы знаете, значит, чтобы, мол, аферисты, мол, религиозные, что они творят. И этот горбун, он, как бы, горбун, он прошел, а там люди, служители эти, после служения, они остановились вот таким образом, и люди проходили, как ручеек, знаете ли, вот так вот, значит, под ними, под их руками проходили, и кто исцелялся, кто освобождался, значит, что, ну, люди получали ответы на свои вопросы, как бы, дух святой очень сильно изливался тогда в Таллине. И что произошло? Этот горбун проходил, и потом на выходе он кричит, я горбатый, я горбатый, я говорю, ну, брат, извини, мы не боги, мы просто молимся, а бог уже сам, если не исцелился, ты сейчас, ну, потом придешь, может, бог тебя в следующий раз исцелит, мы не знаем, почему, да нет, я был не горбатым, то есть у него папье-машеи горб превратился в настоящий горб, значит, и журналисты все там же были, значит, там же и милиция, вместо того, чтобы закрыть служение, они были вынуждены этого горбуна, значит, а вот тут закричал, вот, вот они меня наняли, значит, чтобы я разыграл здесь спектакль, получилось, что спецслужбы опозорились, и после этого страх такой напал на КГБ, это Таллинское, что они больше не пробовали, вот таким образом, значит, да, значит, вмешиваться в это пробуждение, хотя, нематьем-то катаним, они нашли лазейки, но это было, вот, очень подло, такая, иезуитская такая работа, это отдельный разговор даже, да, но враг хочет остановить христиан, именно пробуждение, духовное пробуждение хочет остановить, мессианское пробуждение, и всячески палки в колеса вставлять хочет, православное обновленческое движение тоже хочет остановить, и всячески тоже палки в колеса вставляет, но, если Бог за нас, то все равно кто против нас, или кто за них тогда, если Бог за нас, кто же за них, да, друзья мои, и из истории христианства сегодня еще хочу с вами поговорить, рассказать вам кое-что очень-очень важное, из истории церкви, через сто лет после Лютера, такая малоизвестная история, из истории христианства, через сто лет после Лютера была попытка реформации и на Востоке, в православном мире, об этом, кстати, мало кто даже из православных и знает-то, это был патриарх Кирилл Лукарис, греческий патриарх, патриарх Вселенский, в Константинополе, в Стамбуле тогда уже, который поднял знамя реформации на Востоке, если Лютер, допустим, или Кальвин, или другие там реформаторы 16 века, это были католические священники, это не были епископы, то здесь не просто епископ даже, а именно патриарх Вселенский поднял знамя реформации, его называли Кальвином в Новом Риме, и, в общем-то, Кирилл Лукарис, он возглавил эту реформацию, сам он был уникальным человеком, конечно, учился он и у Галилея, у Галилея еще, и образованнейший был человеком своего времени, дружил с протестантами, вел переговоры с Гаагой и ревновал о реформации на Востоке, в православном мире. Был патриархом Александрийским некоторое время, а до этого предпринимал путешествия в Западную Белоруссию, в Украине был, и общался с казачеством тогда, которое, к сожалению, было таким очень диким и непросвещенным, но через него часть казачества каялась, обращалась к Иисусу, он проповедовал среди казаков и украинских, потом вернулся в Африку, стал там патриархом Александрийским, после этого стал патриархом Вселенским в Константинополе. И вот в 1631 году он издал свою главную работу в своей жизни, как вот Лютер Тезисы свои издавал когда-то, Кирилл Укарис издал «Восточное исповедание христианской веры», книгу, которая как бы основу положила именно реформации на Востоке, православном Востоке. «Восточное исповедание христианской веры». Несколько таких важных пунктов коснулся он. Я назову некоторые, допустим, из этих пунктов реформации Кирилла Укариса. Если сейчас найду, я постараюсь зачитать даже. Но я, в общем-то, расскажу вначале своими словами. Во-первых, самое, наверное, основное, да, это против многобожия. То есть он предложил всей церкви православной, и Вселенского патриархата, и других патриархатов отказаться от веры во всевозможных посредников к Богу, ходатаев. И вот он писал следующее. «Господь наш Иисус Христос восседает Одесну Отца, заступаясь и ходатайствуя оттуда за нас. Он один выполняет обязанности за истинного и законного первосвященника и посредника. Он один заботится о пастре своей и управляет церковью своей. И дальше, дальше, там мысль дальше его шла. И каждая статья его, это статья восьмая была из его книги. Каждая статья, это фрагмент из восьмой статьи. Так вот, каждая статья подкреплялась десятками мест из Писания, ссылками на Ветхие и Новые Заветы. И в этом, конечно, была уникальность его как раз книги, что он после долгов, огромного перерыва, православный патриарх, именно на Библию, ссылается на источник вероучения. Дело в том, что библейское богословие было в таком пренебрежении. Со времен разгрома иконоборчества, вот этой реформации восьмого и начала девятого столетия, никто из иерархов православных не обращался к Библии как книги вероучительной. Именно. В этом большая была проблема. В 12-й своей статье он писал в этой книге следующее, что церковь может заблуждаться и выбирать ложь вместо правды. От такого заблуждения нас освобождает только свет и учение Святого Духа. И дальше объясняет, что это такое. То есть он покусился на такую веру, ложную веру, ложную убежденность большинства православных иерархов как бы в непогрешимости церкви, что церковь она не безгрешна. И сегодня я скажу, господа, что очень многие священнослужители православные, я с высокопоставленным мало общался с православными священниками, а вот с священнослужителями в основном с такими просто священниками, или же, допустим, благочинными. Так вот, многие из них, даже и понимая, что что-то не так было в истории церкви, боятся говорить об этом, боятся вообще о покаянии, заикаться даже в церкви, потому что есть такая вера, с семинарской скамьи она вдалбливается в сознание будущих священников, что церковь как бы она безгрешна, она не может ошибаться, не может заблуждаться вообще никогда. Хотя, значит, слава Богу, что в 1971 году митрополит Ленинградский, Никодим тогда, Ленинградский и Новгородский Никодим, в 1971 году выступая на соборе в Москве, русской церкви православной традиционной, заявил, что церковь может ошибаться, и она ошибалась. И одно из его очень серьезных таких вот высказываний был как раз призыв его покаяться в том, что сделала официальная православная церковь по отношению к старобрядцам же, православным староверам, значит, репрессировав сотни тысяч людей, подвергнув пыткам, казням, массовым сожжениям и прочее, прочее, прочее. И слава Богу, что большинство иерархов, участников этого собора 1971 года во многом такого поворотного в истории русской церкви признали, что да, это правда, что вот по отношению к старобрядцам это точно, это на поверхности лежащий огромный такой грех в такой церкви. Хотя, к сожалению, дальше не пошло дело. То есть признать признали, но покаяние не покаяться, не покаялись. То есть не было, смутило большинство иерархов русских, тогда православных, то, что им предлагалось именно каяться. Ведь каяться за церковь, как бы никто не хотел брать ответственность на себя, чтобы покаяться за церковь. Тем более, что собор собирался после смерти одного патриарха, и старый умер, а нового еще не избрали, как раз, в этот момент. На соборе-то и был избран патриарх Пимен. Но он, будучи избранным новым патриархом русской церкви, он, к сожалению, не сделал то, что мог бы сделать, я считаю, на этой волне как раз. А потом КГБ устранило Никодима, физически его устранили. Считали это просто отравлением и нечаянной смертью такой в то время, в советское время. А уже постсоветское время, уже в 1991-1992 годах, когда архивные документы были опубликованы КГБ СССР, то выяснилось, что это была именно одна из работ спецслужб российских, советских. Именно чекисты на таком внеплановом заседании на Лубянке приняли решение физически устранить этого митрополита, потому что он уже слишком мозолил глаза. И вот этими своими выступлениями на соборе 1971 года, где КГБ уже все расписало, регламент был составлен, все было, речи были уже распечатаны, то есть им он только по бумажке прочесть и все. Никодим единственный, кто не прочитал по бумажке, а сказал своими словами и не так, как ему сказали в КГБ. Вот, ну это было удивительно, конечно, слава богу, за таких людей. Я не оправдываю его там во многих его ошибках в жизни, к сожалению, да, но, значит, немного знаю об этом тоже. Но, знаете ли, человек сделал очень важное такое заявление такое, и, к сожалению, большинство иерархов испугалось идти этим путем. И сегодня боятся, панически боятся, тот же самый Кирилл Московский, другие патриархи, какие они ни были бы такими харизматичными, знаете ли, вся харизматия без Христа, она гроша ломаного не стоит, яйца выгоденого не стоит, она ничто и никто. И скажу, что вся вот эта харизматия, она без Иисуса в центре внимания и без именно вот этой решимости каяться, она опасна даже. Скажу еще об очень важном таком из тезисов, из статей, вероучительных статей патриарха Кирилла Лукариса. В 13-й статье он писал очень важно о восстановлении библейского учения о спасении через веру в Иисуса Христа. Вера, данная Богом. Так, и дальше. 18-я статья. Я выборочно, значит, по поводу чистилища и мытарств, вот этих вот учений, что это учение является ложным. Первый иерарх православный, который заявил, что, значит, вот это промежуточное, вот эти выдуманные людьми и из магии взяты, по сути, знаете ли, из древних религий какие-то, может, взяты, да, вот эти учения, они ничего общего не имеют с христианством. И слава Богу, что он это высказал. И дальше еще. За изучение Писаний. Да, это очень важно было тоже его, значит, высказывание. В этой же книге, Восточное исповедание христианской веры, написано следующее, что все верующие христиане должны знать, если не все Священное Писание, то во всяком случае наиболее существенное из него. Они должны верить в него, исповедовать и проповедовать его. Представляете, вот это уже опережает свое время намного. И по поводу, один из таких больных вопросов, которые затронул он как раз, по поводу икон. Вопрос, он пишет так, по поводу икон. Вопрос следующий к нему прозвучал, он записал вопрос в своей книге, в конце книги уже, вопросы, которые были после первого издания, перед вторым изданием, переизданием его книги. Что мы должны думать об иконах? Ответ. То, чему учит нас Божественное Священное Писание. В нем ведь ясно говорится, и дальше заповедь, не делая себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. И дальше он пишет следующее. Ибо мы должны служить не творению, но только одному творцу и создателю неба и земли. И только его одного почитать. Но дальше он пишет, что живопись как искусство, он не отвергает, и как иллюстрации опять-таки допускает. То есть получается на позиции Папы Римского Григория. Помните, да? Библия для неграмотных, как бы иллюстрации. Но это все всколыхнуло очень серьезно, конечно, православие на Востоке. Немного, к сожалению, епископов и священников поддержало своего патриарха. Немногие греческие священники тогда откликнулись на все это. Патриарх сделал Кириллу Карис очень важные такие шаги. Купил печатный станок. Впервые на Востоке заработал печатный станок. Он печатал редактированные новые заветы, Евангелие. Потому что старый греческий уже тогда был трудно понимаем простым населением. Поэтому требовался новый перевод, как бы, на греческий язык. И он был сделан Кириллом Лукариасом и его соратниками. И уже новые издания были уже на новом греческом, тогдашнем греческом языке. Потом занимался он подготовкой новой священнослужителей. Но, к сожалению, здесь началась контрреформация. Такая война началась, что это даже... Во-первых, поднялся Папа Римский против этой реформации. Он испугался, что придется ему сражаться на два фронта. Потому что реформация на Востоке, это было уже, значит, то, что удар для него очень серьезный. И с помощью иезуитов, это как бы КГБ папское такое, знаете ли, КГБ папское. Иезуиты – это орден, созданный для борьбы с реформацией во всех ее правлениях. То есть орден специально, как бы, главная сила контрреформации. Иезуиты были созданы как орден именно для борьбы с реформацией, с реформаторами в политике, в церкви, везде-везде в обществе. И с помощью своего КГБ папа тогда, Папа Римский, расправлялись с инакомыслием, контролировали церковь свою. Это вообще жуткая статья, жуткая история. История инквизиции и история вот этих как раз чекистов папских – это очень страшная история. В двух словах даже не расскажешь обо всем этом. Но я скажу, что султан Турецкий, как раз из-за интриг езуитов, он казнил Кирилла Лукариса. В 1638 году Кирилла Лукариса казнили по приказу султана Турецкого, по его распоряжению. Арестовали и казнили. И также репрессировали многих священнослужителей греческих тогда в Стамбуле и в Турции, во всей, фактически, на территории Турецкой этой империи, или как называется она, называлась она, султанат. Значит, где были репрессированы те священнослужители, которые именно выступали за реформы в православной церкви. Но за сочинение Кирилла Лукариса тоже полагалась смертная казнь. По приказу султана экземпляры, которые находились Нового Завета на новом греческом языке, и сочинения Лукариса были уничтожаемы. И те, кто прятал их у себя, тоже подвергали их смертной казни. Но, однако же, несмотря на все это, сохранились экземпляры. Один из экземпляров автографов сохранился в Европе, в Голландии выставляется, в одном из музеев. И в электронном варианте он тоже есть на сайте библиотеки Конгресса США, и на других сайтах некоторых, также больших. И, в общем-то, есть перевод на русский язык этой работы Кирилла Лукариса впервые. Пробовали еще после Петра I сделать переводы, но те, кто переводил, и те, кто пытался издать, посадили в Сибирь на длительные сроки заключения. То есть за сочинение Лукариса полагалось длительное тюремное заключение в царской России. Первое издание на русском языке легально открытое было сделано лишь только в наше время. Уже, я не помню, какой это был год. Вот недавнешнее совсем издание. Издательство Мирт, может быть, лет 12 назад, я думаю, или 13, может быть. И небольшим тиражом, но перевод, к сожалению, далеко неудачный. Совсем перевод. Сейчас вот рассчитываю уже к Пасхе, даст Бог, этого года, 11-го. Я рассчитываю издать эту книгу, уже отдедактированную, на понятном русском языке и с комментариями. Потому что многие термины, которые говорил Кирилл, они сейчас уже непонятны современному читателю. Или же малопонятны. Только лишь религиозно грамотному человеку они понятны. Они рассчитаны на священнослужителей в основном и таких религиозно грамотных православных. Но для реформации православной церкви сегодня в Украине, в Россию и в бывшем безбожьем этом союзе очень важным является именно переиздание книги Кирилла Кариса. И когда, допустим, я разговариваю с батюшками, многими православными, они говорят, о, ты обновленец, о, подался в обновленцы. Я говорю, знаете ли, реформация имеет свою историю. Это не только обновление 120-х годов, но также и начало 17-го столетия патриарха Кирилла Кариса. Когда вспоминаю его, то многие священники, они уже, ну, по-другому начинают смотреть на все. Слава Богу, друзья мои. Еще у нас в теме сегодня, хочу тоже донести до вас очень интересную такую информацию из истории христианства. Значит, из истории христианства на Руси, наверное. Давайте так, перейдем сразу к теме, ближайшей к нам. Хотя в истории много назидательного и европейской истории, американской особенно истории. Я очень люблю, допустим, тему истории христианства в США, в Америке, в Северной Америке. Историю пробуждений там. Многие штаты, они рождались именно на волне пробуждений. Допустим, Пенсильвания, та же самая, да, сын британского адмирала, флота, Ее Величество, покаялся, стал евангельским верующим. И все свое огромное состояние потратил на то, чтобы купить как можно больше земли там, в Новой Англии. И купил себе целый штат Пенсильвания, купил себе огромный участок земли. И потом в Европе объявил, что все верующие могут переселяться туда и жить, значит, молиться Богу, жить, не притесняя друг друга, значит, в полной свободе. И люди, тысячи семей с Англии, других стран туда переезжали и селились. И рождался штат именно как вот штат свободы. Тот же самый Провиденс, значит, город, значит, Рот-Айленд, значит, да, там Роджер Уильямс, пробуждение баптистское, первое баптистское пробуждение тоже в Новой Англии, очень сильное, мощное. И скажу, что Господь, Он каким-то удивительным образом, там, где в Европе полали костры еще, да, но Господь каким-то удивительным образом, Он верующим дал возможность выжить. И не только выжить, но и умножиться, и заселить новую землю, и строиться, и пробуждение вот там, в Новой Англии, в США, значит, это было на самом деле большим, ну, историческим, планетарным масштабом в истории христианства пробуждение. Слава Богу, друзья. Но вернемся к тому, что было у нас на Руси, а в это время, да, так, на Руси, значит, но нужно что указать? 988 год, да, крещение Руси, я об этом вкратце лишь скажу. Николай Лесков, русский писатель, писал, 988 год, 10-е столетие, конец 10-го столетия. 988 год, крещение Руси, Николай Лесков писал, что Русь была крещена, но не просвещена. Крещена, но не просвещена. И тот же самый Николай Лесков написал о крестителе Владимире Князе, что он принял христианство, говорит, но не принял Христа. И вот, к сожалению, знаете ли, вот то, что Николай Лесков гениально заметил, это правда было. Именно христианство без Христа было характерным для нашего христианства, украинского, ну, на Руси, христианства на Руси в целом. Потому что христианизация шла добровольно-принудительно, а именно огнем и мечом, как сами же даже летописцы и отмечают. Насильственная христианизация ничего доброго не могла, конечно, принести, что и произошло. Христианство, принесенное сюда, с Византии, оно было уже испорчено греческим и римским и африканским оккультизмом, мистикой, многобожиим, идолопоклонством, антисемитизмом. И здесь на Руси, Киевской тогда Руси, а границы Киевской Руси простирались до самого Урала, тогда, значит, там проходили пограничные посты киевские. Так вот, на всей этой территории огромной, до самого Урала, христианство насаждалось, но христианство, оно смешивалось еще с местным оккультизмом, с местным язычеством. Такие примеры, там, Масленица та же самая, допустим, да, вот прошедшая недавно, потом Радуница после Пасхи, отмечается Радуница, дни поклонения духом умерших предков, значит, тоже. Эти языческие празднества, они становились праздниками православной церкви немного по другим соусам, но то же самое блюдо, знаете ли, просто уже приправлено христианством, как бы так, для вида. А реально те же самые бесы, только с новой начинкой. Значит, и праздник Радуница, допустим, в древности это было, значит, празднеством поклонения духом умерших предков, а уже на, как бы, христианской Руси уже называлось это все праздником именно молитвы за умерших предков. Но, как говорится, хрены редьки не слаще. Знаете ли, это точно одного поля ягода. И потому, как на самом деле, как бы мы ни называли это, но люди молились умершим и молятся. А некоторые служители, священнослужители православные, даже тот же самый прогрессивный, допустим, такой, значит, Антоний Сурушский, казалось бы, прогрессивный батюшка такой служитель был, митрополит. Но, однако же, и он туда же был, к сожалению, в оккультной такой зависимости серьезной, православной. И он писал, что молиться своим предкам, своим умершим предкам, тем из них, кто был, по вашему мнению, благочестивым и, как бы, и моральным, таким высокоморальным человеком, допустимым для православного человека. И там у себя, в Англии, под Лондоном, в своем приходе, он учил именно тому, что ты, как православный человек, можешь молиться не только тем канонизированным святым, но также и вот этим своим умершим, допустим, родителям, там, бабушкам, дедушкам, если ты знал, что они такие были набожные, богомольные люди такие, что они за тебя слово скажут там, на небесах. Ну, к сожалению, и Александр Мень, при всем, при том, что он был один из предтеч современной реформации в православной церкви и много сделал хорошего, очень хорошего, особенно последние годы, последних 2-3 года, наверное, в своей жизни особенно активно поработал во славу Божью. Однако же, имел некоторые годы оккультную православную зависимость, очень серьезную, и когда его мама умерла, он об этом писал неоднократно и в своих выступлениях говорил об этом, что он стал обращаться к матери, к умершей, закрываясь в комнате, значит, находясь в уединении, обращался к ней, разговаривал с ней как живой, просил ее помощи. И потом он рассказывал, что с удивлением обнаруживал, что вот то, о чем он просил, это исполнялось, как бы, и он считал, что мама помогает ему на небесах, за него просят, значит, и он просил маму, и во имя мама молился долгое время. И также, ну, он, в общем-то, был, как бы, в такой проблеме, оккультной проблеме, и также, находясь на приходе у себя в православной церкви, как и другие священники, он молился многим святым, и также он имел именно переживание, молитвенное переживание после обращения к разным умершим святым. Но книгой его жизни все-таки и делом его жизни Александра Мения была именно как раз работа его «Сын человеческий». И последних два года, особенно, и год последний, вот 90-й год своей жизни, 90-й год, последний год своей жизни, он именно о Христе проповедовал, именно Иисуса Христа все больше и больше он, как бы, нес людям. И его последняя проповедь за день до смерти, которую он сказал в Москве, была как раз именно об уникальности личности Иисуса, о неповторимости личности Христа. Слава Богу, друзья мои. Бог вырулил, как бы, его эволюционно в такую реформацию такую христиантричную. Так вот, из христианства на Руси, назовем некоторых, то есть была тьма, к сожалению, как бы, нечего даже, как бы, нам сейчас и рассмотреть-то. В нашей истории было больше тьмы христианской, чем какого-то света. Зловещим фоном христианства на Руси было именно распространение монашества, именно такого оккультного монашества. Люди жили просто в таких ужасных условиях, в пещерах, не мылись десятилетиями, значит, и это преподносилось как святость. Святыми людьми считали сумасшедших, нищих, глупых людей. И если человек был умный и богатый, он считался, значит, недостойным, как бы, и наоборот. Если он был нищий, и если он был сумасшедший или одержимый, то считалось, что это он святой человек, значит. Значит, допустим, характерным для такой духовности ложной, православной, было, допустим, явление юродивых, так называемых, юродивых. Когда сотни этих сумасшедших и, значит, одержимых людей почитали как именно святых. Один из православных авторов сто лет назад, в начале 20-го столетия, врач-психиатр, православный, значит, публицист, он писал, и владелец клиники частной психиатрической, писал, что большинство жития святых, этих самых юродивых, это, ну, клиенты его клиники потенциальной. И он написал также, что в одном из изданий дореволюционных еще, написал следующее, что он сравнил жития святых, этих юродивых, с историями болезни своих, значит, пациентов. И нашел, что у него сегодня в палатах его больницы можно было встретить и Василия Блаженного, и, значит, Ксению Петербургскую. То есть очень много людей, у которых очень истории, даже очень схожие, истории похожие на вот тех, просто сейчас их в клиниках лечат, а раньше их как святых почитали. Вот и в чем разница была. Но, понимаете ли, проблема в церкви православной была в те столетия, особенной, большой, какой, что на светлое говорили это темное, а на темное это светлое. На проклятие говорили это благоставение, а на благоставение это проклятие. И из-за того, что потеряли ориентир всевозможный, то, конечно, много беды было. Антисемитизм стал плотью и кровью Руси изначально, потому что не только христианство принялись в Византии, но и уголовный кодекс, все законы византийские, они перекочевали на Русь. А, конечно же, вы представляете себе тогдашний свод законов, это не было сводом законов реформаторским, времен реформации, да, Льва и Савра, Константина и его сына. Нет, нет, это были уже законы переписанные антисемитами и многобожниками и идолопоклонниками. И согласно этим законам евреев полагалось изгонять. Они должны были насильственно принимать христианство или же их нужно изгонять было. И поэтому один из первых указов князя Владимира сразу после крещения, это был указ о насильственном таком обращении и изгнании евреев. И первый еврейский погром произошел тогда же на Руси, сразу после крещения Руси. То есть сначала крестили Русь и репрессировали тех, кто отказался креститься, а затем изгнали евреев. Хотя до крещения Руси евреи проживали и был еврейский квартал в Киеве и не трогали. Вообще славяне отвечали с веротерпимостью определенной, потому что об этом пишут даже летописцы, что в Киеве находились и квадригантичные, и какие-то другие, и мусульмане были, общины мусульман, и были с Востока, были гости. То есть находили свободу определенную. Но после принятия христианства, вот эта византийская модель христианства, она уродовала душу народа и приносила всевозможные такие страшные извращения, как допустим антисемитизм тот же самый. И среди ужаса христианства на Руси тогдашнего были отдельные светлые личности. Были богомилы на Руси, которых официальные власти христианские не жаловали, конечно, и чаще всего их репрессировали, казнили, замуровывали живьем в стену монастырей. Это были богомилы. Мы знаем лишь в домонгольский период, лишь два имени. Их биографии неизвестны, но это Никита, извиняюсь, не Никита, говорю. Это злой еретик Дмитр написано в одном из летописных таких сводов. Злой еретик Дмитр, который имних Андриан, то есть монах Андриан. Вот об этих двух богомилах, как предполагают, как раз в летописах и сказано. Больше мы имен не знаем. Так вот, уже на Руси такими движениями пробуждения были стрегольники. Это XIV-XV век, стрегольники и жидовствующие. Это новгородско-пусковские ереси, как их назвали тогда еще. На севере Руси, там где... Почему в Новгороде был центр этих движений? Потому что Новгород, он был к России присоединен, к московской России, уже Иваном Грозным. А до того там сохранялись традиции такие вольные. И в Пскове, и в Новгороде еще были вечи. Ну, особенно в Новгороде. В Пскове еще как-то постольку-поскольку. А вот в Новгороде были вечи свои. И были какие-то ростки демократии, которые потом были русскими царями затоптаны. Очень-очень жестоко, конечно. И вот там именно в Вольном Великом, Господине Великом Новгороде начинались пробуждения стрегольники и жидовствующие. Вот после перерыва продолжим как раз эту тему. Я буду говорить об этих реформаторах. Идем. Субтитры подогнал «Симон»